Смотри хорошие книги, они создадут тебе великолепное настроение. Привет, Иташа! Это очередное видео о генеалогии. Существует множество инстанций, организаций, которые могут помочь в расследовании родословной. Но самые основных две. Это архивные отделы ЗАГСа и, собственно, сами архивы. Теперь подробнее. В ЗАГСах можно узнать о событиях, которые произошли после 2017 года. Это рождение, брак, сочетание, смерть. Если ЗАГС находится в твоем городе, берем документы, подтверждающие родство, необязательно, это реально заверенные, и идем. Какова процедура выдачи повторного свидетельства о рождении, допустим? Приходим, показываем документы, подтверждающие родство, тебе дают квитанцию. Ты идешь в банк, оплачиваешь с госпошлину, в разных годах по-разному. Ну, что, как-то тебя сориентировать? В моем городе это 200 рублей. Возвращаешься, подъявляешь квиточек об оплате с пошлины, и тебе выдают документ. Если нужный ЗАГС находится в другом городе, это можно все сделать письменно. Но в любом случае, все равно придется пойти в свой ЗАГС, потому что документ пришлют туда. Или можно сделать иначе. Можно опять же пойти в свой ЗАГС, и они уже сами сделают запрос в ЗАГС другого города. Есть один момент. Не во всех свидетельствах о смерти указывают точную дату рождения и причину смерти. В таком случае мы делаем запрос не о повторном свидетельстве о смерти, а об акте записи. Они более подробные, чем свидетельства о смерти. И, соответственно, сообщают больше информации. В некоторых ЗАГСах не обязательно подтверждать родство, если ты получаешь документ на уже умершего человека. Если ты получаешь документ о смерти. Но тут уже зависит от привередливости сотрудников ЗАГСа. Например, в моем городе в любом случае потребуют подтверждения родства. В каком-то другом могут не попросить. Но все зависит от вредности. С архивами работать намного приятнее. Мало того, что тетеньки там сидят более добрые и учтивые. Так еще и можно, допустим, ты не знаешь, в каком году родился родственник, по которому хочется узнать. Плюс в том, что можно самостоятельно взять метрическую книгу. Метрические книги – это такие... В метрических книгах указываются свидетельства о рождении, бракосочетании и о смерти. Берется... Можно прийти и сказать, мне нужна там метрическая книга. И приносят. И ты просто листаешь и ищешь нужного человека. Мы, например, выписывали всех людей с интересующей нас фамилией. Даже если имена нам не были знакомы. И таким образом мы смогли впоследствии выстроить древо на 200 лет назад. Так что способ был такой. Если архив находится в другом городе, можно сделать запрос. Некоторые архивы делают это платно, в большинстве своем. Некоторые бесплатно. Ценник также зависит от архива, в котором... В разных городах, опять же, ценник разный на вот эти услуги. То есть это не какая-то постоянная константа. Вроде бы я все рассказала об этом. Конечно же, вкратце. Если какие-то есть вопросы, непонятки... Не стесняемся, спрашиваем. Это все. Удачных поисков. Пока.